Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Иисус Целитель У меня здесь есть дом. Я сюда приезжаю где-то раз в год. Но в этот раз я решила пригласить с собой несколько наших работников, чтобы провести это время на ранчо с вами. И мы приветствуем вас в этой семейной обстановке. Для нас это особенное место. За мной находится небольшой однокомнатный домик, который мой сын построил для меня. Я вам скажу, здорово, когда твой сын может построить для тебя что-то такое. И он построил для меня живописный однокомнатный домик, чтобы уединяться, когда на ранчо много гостей. Если я хочу побыть одна, у меня есть этот домик. Правда, в нем нет электричества и водопровода, так что я не могу в нем останавливаться на ночь или на несколько дней. Но зато могу уединяться время от времени. Мы рады, что вы с нами сегодня. Сообщите еще кому-то, что мы в эфире. Мы будем рады, если кто-то еще к нам присоединится. Для нас привилегия приходить в ваши дома. Я продолжу то, о чем мы говорили во время предыдущего эпизода. Это уже четвертый эпизод в этом ключе. У меня были и другие темы, которыми я хотела с вами поделиться, но Дух Святой побуждает меня оставаться на этой теме. Будем следовать Его водительству. Мы говорим об очень важных истинах, об обновлении ума и усмирении тела. То есть, о предоставлении Его Богу в качестве духовного поклонения. Нам нужно осознавать и помнить, что мы – Дух, у нас есть Душа, состоящая из ума, воли и эмоций, и мы живем в теле. И когда мы родились свыше, Бог дал нам совершенно новый Дух. Он сделал что-то с нашим Духом. Слово говорит, что, рождаясь свыше, мы становимся новым творением во Христе. Древнее прошло, теперь все новое. Когда вы родились свыше, Бог не исцелил ваш Дух. Он дал вам совершенно новый Дух. И в этом новом Духе – жизнь Божья, природа Божья, вечная жизнь внутри вас. Сила Божья пребывает внутри вас. Он дал нам новый Дух с тем, чтобы Он доминировал в нашей жизни. Чтобы мы руководствовались Духом. Потому что, когда Бог общается с нами, Он общается с нашим Духом. Бог не говорит уму. Он не говорит через эмоции. Он не говорит через наши чувства. Он не говорит через обстоятельства. Он говорит с новым творением во Христе и ведет его через Дух. Итак, Он сделал что-то с нашим Духом. Но есть еще и тело и ум. И именно нам сказано что-то сделать со своим телом и умом. Прочитаем еще раз 12 главу Римлянам. Начнем с первого стиха. Павел пишет «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В другом переводе сказано «это ваше духовное поклонение». Что же это значит предоставить тело Богу? До рождения свыше мы предоставляли свои тела греху. Мы предоставляли свои тела неправильным поступком. Но теперь, родившись свыше, не сдавайтесь греху. Грех больше не господствует над нами. Мы не находимся под контролем и владычеством греха. Внутри нас жизнь Божья, которой мы должны позволить властвовать. Теперь мы можем сказать «мы предоставим свои тела Богу, будем поступать правильно, откликаться на правильные вещи, будем использовать свои тела так, чтобы принести славу Богу, а не для чего-то связанного с грехом». Итак, Павел сказал «представьте тела ваши Богу, это ваше духовное поклонение». Обратите внимание, то, как вы обращаетесь со своим телом – один из видов поклонения. Поклонение – это не только поднимать руки на церковном служении и поклоняться Богу. Это не единственный вид поклонения. То, как вы обращаетесь со своим телом, то, в чем вы позволяете своему телу участвовать – один из видов поклонения. То, что вы допускаете в свою умственную жизнь – один из видов поклонения. Когда вы допускаете только мысли, соответствующие слову, это приносит славу Богу. Запомните, мы поколняемся Богу через то, как мы поступаем со своим телом. И именно мы должны сделать что-то со своим телом. Бог не будет за нас контролировать наши тела. Мы – управители своего тела. Если происходит что-то неправильное, если мы позволяем своему телу пойти не в том направлении, мы это допускаем, а не Бог это допускает. Мы – управители своего тела. Затем во втором стихе Павел пишет «И не сообразуйтесь с веком сим». Можно вам сказать, если мы себе позволим войти в поток этого мира, он преобразует нас в то, что происходит в этом мире. Наша жизнь будет выглядеть точно так же, как у всех в этом мире. Но мы не обязаны так жить. Не обречены на это. Мы освобождены от сообразования с этим миром. Павел говорит «Но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Вот чего хочет Бог. Он хочет, чтобы у нас была преображенная жизнь, и она приходит через обновление ума. Мы живем либо сообразуясь с миром, либо преобразуясь через Слово Божье. Одна жизнь славит Бога, а вторая нет. От сообразующейся жизни Бог славы не получает. А преображенная жизнь приносит Ему славу. Когда мы обновляем ум, наша жизнь все больше выглядит так, как того хочет Бог. До рождения свыше наша жизнь выглядела, как у всех. И вот чего нам следует беречься, чтобы наша христианская жизнь не продолжала выглядеть так, как до рождения свыше. Этого нам не нужно. Мы родились свыше, чтобы у нас была другая жизнь. И именно через обновление ума наша жизнь преображается. Что же такое обновление ума? Обновление ума – это когда мы свои мысли и поступки приводим в соответствие со Словом Божьим. Мы принимаем Божье определение. Если мы мыслили определенным образом и осознали, что это противоречит тому, как мыслит Бог, мы отказываемся от своих мыслей и перенимаем Божий образ мышления, перенимаем Божье определение. Так поступает обновленный ум. И этим нужно заниматься всю жизнь, до конца своих дней. Постоянно предоставлять свое тело Богу и обновлять свой ум Словом Божьим. И также развивать свой дух. Это нам нужно делать всю жизнь. Этот процесс никогда не завершится. Помню, что сказал Папа Хэгген. Кеннет Хэгген был нашим духовным отцом. И он так верно подметил, что ум не остается обновленным точно так же, как волосы не остаются причесанными. То есть, точно так же, как каждое утро, проснувшись, вы заново приводите волосы в порядок. Каждый день нужно, проснувшись, приводить свой ум в порядок согласно Слову Божьему. И делаем мы это, питаясь Словом. Именно так мы входим в лучшую жизнь. Предоставляя свое тело Богу, не позволяя телу диктовать нашу жизнь, и также обновляя свой ум. Прочитаем Галатам 3, 29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». То есть, родившись свыше, мы стали наследниками. Все, что принадлежит Христу, принадлежит нам. Потому что Бог – Отец Иисуса, но Он также наш Отец. И потому у нас общее наследие. И когда мы предоставляем свое тело Богу и обновляем ум Словом Божьим, наша жизнь начинает являть все те блага, что Бог нам обеспечил. Мы на самом деле живем как наследники, которыми Бог нас сотворил. «В нашей жизни здоровье, обеспечение, победа, жизнь протекает в радости, в мире, потому что мы предоставляем свои тела Богу, обновляем свой ум и живем как наследники». Далее, в Галатам 4.1 Павел пишет, «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». И в третьем стихе, «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». То есть, это местописание говорит, что оставаясь духовным ребенком, вы не сможете по-настоящему в полноте наслаждаться тем, чем следовало бы наслаждаться наследнику. Ребенок, хотя ему и принадлежит наследство от родителей, не пользуется им по-настоящему полностью, пока не станет взрослым. Вот о чем Павел говорит. «Если мы останемся детьми, мы будем в рабстве у того, что не должно нас порабощать. Мы будем в рабстве страха, в рабстве сомнений, в рабстве болезней и недостатка. Если мы не будем обновлять свой ум и требовать от самих себя жизни, преображенной словом, наша жизнь не будет такой, какой ее задумал Бог. Бог хочет, чтобы его наследники жили в праведности, в обеспечении, в здоровье. А это приходит, когда мы растем, переходя из детства во взрослый возраст. Через обновление ума мы оставляем детство. Через обновление ума и усмирение тела мы входим в зрелость. Давайте прочитаем 1 Коринфянам 2.14 в расширенном переводе. «Но природный, бездуховный человек не принимает, не приветствует и не допускает в свое сердце дары, учения и откровения Духа Божьего, поскольку они для него безумие, бессмысленный вздор, и он не способен познавать их. То есть, если мы останемся духовными младенцами, если мы останемся плотскими, если мы продолжим жить бездуховной жизнью, определенные откровения, которые у Бога есть для нас, мы будем даже не способны распознать и принять, потому что духовный младенец не так уж много способен вместить. Знаете, мои внуки забегают в нашу гостевую комнату в церкви, и там стоит ваза с конфетами. А у них ручки такие крохотные, что когда я им говорю «возьмите горсть конфет», они способны в руку взять от силы две-три маленьких конфетки. Это все, что они способны удержать, потому что у них маленькие ручки. Но если я запущу в вазу свою взрослую руку, я смогу достать девять-десять конфет. Вот о чем нам говорит слово. Если вы продолжите быть бездуховными, вы останетесь настолько маленькими, я говорю о духовной вместительности, что вы не так уж много света будете способны принять, не так уж много откровений Слова Божьего, а Бог хочет ввести нас в большее. И когда мы обновляем ум, развиваемся и достигаем духовной зрелости, мы способны принять и вместить гораздо больше. Мы можем принять свое исцеление легче, мы можем принять обеспечение. Нам становится легче принимать, потому что у нас есть духовная вместимость и зрелость, чтобы больше получать от Бога. И это место Писания призывает нас не оставаться в духовном младенчестве, а духовно взрослеть. А это происходит только, когда мы обновляем свой ум Словом Божьим. Теперь, пожалуйста, откройте послание Галатам, 4 главу, 9 стих. Я снова буду читать в расширенном переводе. Со второй половины стиха. «Для чего возвращаетесь опять к немощным, бедным и никчемным вещественным началам всех религий до прихода Христа, и хотите еще снова поработить себя им». Это место Писания нас предупреждает, что если мы не продолжим духовно развиваться, если мы не продолжим обновлять свой ум, потому что, как я сказала, наш ум никогда не будет полностью обновлен, пока мы на земле, нам придется постоянно его обновлять. Так вот, если мы когда-то прекратим это делать, мы повернем назад. Запомните, если наше духовное развитие остановится, мы не просто останемся на одном месте. Мы либо духовно возрастаем, духовно развиваемся, духовно взрослеем, или же движемся в обратном направлении, и это называется отступлением. Я так ценю определение, данное Смитом Вигглсвортом, английским проповедником, у которого было мощное служение и исцеление в начале 20 века. Вот его определение духовного отступления. Отступить – это сегодня иметь меньше Бога, чем вчера. Он понимал, что отступить – это не только повернуть назад и пойти обратно в жизнь греха, а даже просто иметь меньше Бога сегодня, чем вчера. Что же это значит? Он говорит нам, что каждый день нам нужно расти в Боге, каждый день нам нужно видеть больше света, каждый день нам нужно идти дальше в Боге, иначе мы не просто останавливаемся и неподвижно остаемся на одном месте. Мы начинаем двигаться назад. Об этом и идет речь в послании Галатам. Для чего возвращаетесь опять к немощным, бедным и никчемным вещественным началам? И заметьте, там сказано, вы снова становитесь их рабами. Послушайте, Иисус избавил нас, Он освободил нас от нашего прошлого. Родившись свыше, мы вошли в свободу. И нам нужно обновлять свой ум относительно того, что нам принадлежит. Если же мы не обновляем свой ум, если мы прекращаем духовно развиваться, если мы перестаем духовно расти, мы в конечном итоге скатимся обратно к тому, что раньше держало нас в рабстве. И именно об этом Павел нас предупреждает. Что бы ни держало вас в плену до рождения свыше, если вы отвернетесь от своего духовного развития, если вы сделаете шаги в сторону отступления, вы в конечном итоге возвратитесь к тому, от чего Он вас однажды избавил. Да не будет этого с нами. Подумайте, от чего вы избавлены. Вы же не хотите к этому вернуться. Что же убережет нас от возвращения назад? Постоянное духовное развитие, духовный рост через обновление ума и предоставление своего тела Богу. Постоянное господство нашего собственного духа над телом. Нам нужно следить за тем, чтобы не бесчестить ту жизнь, которая внутри нас, снова возвращаясь к тому, в чем мы прежде участвовали. Нам нужно держать плоть под господством своего духа, чтобы дух руководил нами, а не плоть. И вот что хорошо. Мы не своей силой воли это делаем. Мы не усмиряем свое тело чисто силой воли. Нам помогает сила Святого Духа. Дух Святой направляет и ведет нас. И если мы будем полагаться на Него, уповать на Него, зависеть от Него, Он наделит нас способностью и силой сказать «нет» плоти и продолжить духовно расти и развиваться. Послушайте. Павел сказал, «Я усмиряю свою плоть». Задумайтесь. Павла почитают как великого Божьего апостола. У него было больше откровений, и он ходил в большем свете, чем практически все известные нам люди, кроме Иисуса. И смотрите, он сказал, «Мне нужно усмирять свою плоть». То есть, даже такой духовно зрелый человек, как Павел, насколько бы ни был обновлен его ум, в каких бы великих откровениях он ни жил, сказал, «Мне все еще нужно усмирять свое тело». Что значит усмирять? Подчинять владычеству своего Духа. Дух принимает решение. Павел в своем сердце понимал, «Мой Дух каким-то вещам говорит «да», а каким-то «нет» и заставлял свое тело подчиняться тому, что говорил его Дух, не позволял своему телу руководить им. Если вы позволите своему телу лидировать, то есть будете просто следовать за своим телом, делать все, что ему захочется, делать все, что ему нравится, если вы позволите телу стать во главе, оно уведет вас с пути. Если вы дадите волю плоти и перестанете ее усмирять, перестанете своим Духом владычествовать над плотью, она захватит вашу жизнь в свои руки. Вот на что это похоже. Если у вас конь пасется в загоне, и вы откроете ворота, не надев на коня узду, конь рванет с места, и если он не дрессирован, вы его больше никогда не увидите. Если вы отпустите коня из загона на волю, он ускачет, и сам он не вернется. Разве что он очень хорошо дрессирован. Так же поступит и плоть. Если мы уберем ограду с нашей плоти, она рванет прочь, захватив с собой нашу жизнь. И я вам скажу, если мы позволим плоти распоряжаться нашей жизнью, она ее разрушит. Плоть приведет нас туда, где мы не хотим оказаться. По плоти мы попадем в ситуации, разбивающие сердце. Плоть способна разрушить нашу жизнь. Поэтому Павел, великий апостол, сказал, «Я подчиняю мою плоть владычеству моего духа». Мой дух принимает решение, не моя плоть. Так мы держим дверь, закрытой для дьявола. Мне вам не передать, насколько эта истина важна. Подчинение тела Богу и обновление ума – ваша величайшая защита от дьявола. Вы понимаете, что я сказала? Подчиненное тело и обновленный ум – ваша величайшая защита от дьявола. Часто люди думают, «Если бы только кто-то за меня помолился, если бы только кто-то со мной согласился или возложил на меня руки, или приказал дьяволу убрать от меня свои руки». Если мы будем обновлять свой ум и усмирять свое тело, у дьявола не будет никакого доступа к нашей жизни. И это победа, когда дверь для него закрыта. Следите за тем, чтобы не дать плоти распоряжаться вашей жизнью, уму распоряжаться вашей жизнью. Что такое необузданный ум? Это когда приходит мысль, не соответствующая слову, а вы позволяете ей снова и снова прокручиваться в вашей голове. С вами так бывало? Со мной бывало. Сталкиваюсь с ситуацией, связанной с каким-то человеком. Например, еду в офис разобраться с какой-то проблемой. И будто проигрываю в голове сценарий. С вами так было? Вы думаете, если он скажет это, я скажу вот это. А если он так скажет, я вот так отвечу. И вы в голове проигрываете разговор. Что это? Ну, если вы не будете внимательны, это может привести к необузданному уму, потому что дьявол этим воспользуется. Вы лежите в кровати вечером, приходит какая-то мысль, и вы позволяете ей начать жить собственной жизнью, крутясь у вас в голове. Не успеете оглянуться, как у вас уже сложится целый сценарий, потому что вы не обуздали свой ум. Я убеждена, что для роста и достижения духовной зрелости необходимо жестко следить за своей умственной жизнью и строго обуздывать свое тело. Тогда у дьявола не будет никакого доступа в вашу жизнь. Вы только представьте, никакого доступа. Да, дьявол может присутствовать, да, он может атаковать, но не может попасть вовнутрь. Он натыкается на обновленный ум, он наталкивается на тело, подчиненное Богу, и не может найти никакой двери, никакого доступа, никакого входа. Вот чего Бог хочет для нас. Наша величайшая защита от врага – подчиненное тело и обновленный ум. Помню, когда я была маленькой девочкой, первые восемь лет моей жизни прошли в крохотном городке в штате Оклахома. Всего пару сотен человек, а то и меньше. Городок был прелестен тем, что у многих были лошади, и все жители собирались вместе и разводили огромный костер за городом. И мы не съезжались на машинах, все ехали к этому месту верхом на лошадях. Детство было очень веселым. Помню, когда мне было около четырех лет, папа купил мне шетлингского пони. Он небольшой. Папа выдрузил на него седло, и это была моя маленькая лошадка, с которой я могла справиться сама. И вот, моя семья и другие горожане целой группой ехали верхом, чтобы собраться у костра за городом. Мой брат на девять лет меня старше. И, конечно, он ехал верхом на взрослой лошади, а моя старшая сестра ехала на ней вместе с ним. Я же ехала на маленьком шетлингском пони, и внезапно что-то спугнуло моего пони. Он встрепенулся и рванул. Он понесся прочь, и что бы я ни делала, мне не хватало сил его остановить. Я смеялась, мне было весело, только мне удалось так прокатиться. Он рванул прочь от всех. Группа двигалась вперед, а пони поскакал в сторону, и он несся галопом. Я просто держалась изо всех сил. Брат, увидев, что мой пони убежал, сбросил со своей лошади мою сестру, которая ехала верхом вместе с ним, и полным ходом рванул вслед за мной, чтобы помочь. Наконец он догнал моего пони, схватил вожжи и остановил его. Вот что делает необузданная плоть. Она утаскивает вашу жизнь и несется с ней в неправильном направлении как можно быстрее. И какое-то время вам кажется, что это весело. Какое-то время вы думаете, что это увеселительная поездка, но конец у нее очень плохой. Поэтому огромная радость и привилегия усмирять свое тело и обновлять свой ум. И относитесь к этому именно так, как к радости и привилегии. Это не мучение. Это не трудновыполнимое Божье требование. Это привилегия. Знать, что делать со своим телом. Так много жизней на земле разрушено, потому что люди не знают, что делать со своим телом. Они не знают, как обращаться со своим телом. Они даже не знают, что правильно для тела. Какая привилегия, что у нас есть слово, которое разъясняет, показывает нам, что делать со своим телом. Какая радость знать это. Какая привилегия иметь это откровение. Большинство людей на земле не знают, что делать со своим умом. Многие люди сидят на лекарствах, чтобы найти хоть какой-то покой. Врачи выписывают им лекарства. Слава Богу, что они получают хоть какую-то помощь. Но вечная помощь, лучшая помощь. Узнать, что слово говорит нам делать со своим умом. А слово говорит обновлять свой ум словом. То есть питаться словом. Перенимать мысли слова. Делать их своими. Когда что-то противоречащее слову восстает против вашей жизни, ответьте на это словом Божьим. И тогда обновленный ум принесет вам самую замечательную жизнь. Какая привилегия знать, что делать со своим умом. Итак, у нас есть занятие на всю жизнь. Предоставлять свое тело Богу и обновлять свой ум словом Божьим. И это так радостно. Это такая привилегия. Не будем это недооценивать. Потому что именно отсюда проистекают все остальные благословения в нашей жизни. Бог приготовил нам так много. И мы хотим принять от Него все. Мы так рады, что вы провели сегодня время с нами в Слове. Мы дорожим Словом и этим временем с вами. Спасибо вам. Бог да благословит вас. До новых встреч на программе Иисус Целитель. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.